МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кубок дружбы является самым знаковым событием для любителей рыбалки на всем постсоветском пространстве. Рыболовы из самых разных государств собираются, чтобы помериться силами и, скажем так, подвести итоги прошедшего сезона. Спортсмены, представляющие свои страны на чемпионатах мира, сборники своих стран с удовольствием посещают этот турнир, дабы помериться своими силами и опытом. Соревнования проводятся на прекрасном водоеме Заславля. Это грибной олимпийский канал, на котором тренируются белорусские спортсмены. Данный канал содержит огромную популяцию леща, который всегда является желанным трофеем каждого фидериста, а уловы здесь достигают порой до 20 килограммов и более. Посему каждый уважающий себя рыболов-спортсмен просто мечтает в течение года, помимо всех остальных мероприятий, связанных со спортивным фидером, конечно же, посетить Кубок дружбы. Турнир Кубок дружбы проходит уже шестой год. Третий год он проходит на данном водоеме. Это грибной канал в городе Заславле, далеко от столицы Белоруссии, города Минска. Из года в год количество участников растет. В этом году уже приехало 24 команды по 5 спортсменов. Каждый, то есть 120 спортсменов, плюс тренера, представители, помощники. В данном мероприятии задействованы 7 судей, включая меня. Как рассказывал в свое время Александр Волков, это организатор данного турнира «Идея». Это пришло при общении с иностранными спортсменами. Это проходило на Киевской набережной, по-моему, в 2008 году. Если я не путаю, общаясь между торами, у них что-то обмолвилось о том, что было бы неплохо найти возможность проводить интересный международный турнир, на который могли бы приехать все желающие, в основном, конечно, участники стран бывшего СНГ, чтобы можно было комфортно половить, пообщаться и провести приятное время. В кругу таких же любителей, профессионалов, как и ты. Начиная с 2009-го данная идея была введена, скажем так, в массы. Прошел первый кубок дружбы, он проходил на Чигиринском водохранилище Могилевской области. Проходил он там три года, но водоем, скажем так, не сильно большой, и дамба перестала уже на тот момент соответствовать количеству желающих участников. И турнир был перенесен на данный водоем, где прекрасная рыба. По предыдущим двум годам здесь прекрасный ловый леща. Был поставлен рекорд водоема 24 килограмма за 5 часов ловли. Его поставил Герман Саятин из Эстонии. В этом году у нас интернациональная судейская бригада, нам помогают друзья из Грузии. Участвуют Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Молдова, Украина, Россия. Я думаю, что на будущее турнир будет только шириться, качество его проведения, качество участников будет расти. Хотя уже на данный момент уровень турнира достаточно высокий. Здесь участвуют чемпионы Беларуси дважды, чемпионы Украины трижды, чемпионы Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, чемпионы мира, если брать сборную России, то есть ее участников. То есть, в принципе, здесь собраны все самые сильные, самые лучшие, самые матерые рыболовы-фидеристы на постсоветском пространстве. Украину на шестом по счету Кубке Дружбы представляла команда Интерком. В нее вошли спортсмены из Запорожья, Днепропетровска, Киева, а трое из них являются действующими сборниками национальной сборной Украины по фидеру. Киев представлял Сергей Попов, Днепропетровск, Олег Таранов и Олег Олейник, а в Запорожье Сергей Вирченко и Алексей Пугач. Изначально наша команда серьезно готовилась к выступлению, так как знали, что на Кубок Дружбы от каждой страны приезжают лучшие из лучших. Каждый год борьба тут обещает быть очень серьезной, а интрига сохраняется до самого последнего момента. Еще во время подготовки и по пути к месту состязаний в Беларусь ребята серьезно подготовились к соревнованиям, отлично понимая, что бой будет ожесточенным, а посему все детали соревнования просчитывались самым серьезным образом. Каждая мелочь на подобных соревнованиях имеет значение, когда собираются спортсмены такого высокого уровня. Такие детали, как недостаток крючков какого-то определенного уровня, могут сыграть ключевую, роковую роль в судьбе команды. Прикормка, живые компоненты, элементы оснастки, лески, удочки, крючки – все было подобрано максимально тщательным образом и проверялось, и перепроверялось по нескольку раз. Некоторые моменты тублировались на случае форс-мажора. Водоем здесь очень интересен, есть разная рыба, довольно-таки много леща. Присутствует окунь, присутствует хорошая увесистая плотва, уклейка. Очень редкие экземпляры линя, карпа. Ну, как бы, все будет диктовать погода, сектор, ну и умение рыболова. Ожидают соревнований набраться европейского опыта, которого в Украине у нас просто таких водоемов нет. И совсем по-другому размер рыбы, совсем по-другому рыба реагирует, как ее повадки. У нас нет возможности поработать с кастером, например, у французов, у немцев, у испанцев, у англичан. Есть всегда опыт работы с кастерами, работы с большим количеством червьем. В Украине больше ловля располагает с мотылем, с кормовыми насадочными. Червя очень редко используем на соревнованиях. Ранее мы уже бывали на этом водоеме и отлично знаем, насколько он непредсказуем. Год от года поведение рыбы на канале «Заславль» не повторялось. Один год работали одни тактические и прикормочные схемы, другой год работали другие. Погода была разная, то солнце, то похолодание, то дождь, то ветер. И рыба каждый раз меняла свои предпочтения. И он порытый тоже искусственно. То есть где-то может быть глубина полтора метра, где-то может быть семь метров глубина. А у кого-то могут быть волны из плиты, которые здесь расположены. По-любому есть какие-то отбойники в середине водоема. Это все-таки в первую очередь грибной канал. И это сделано для того, чтобы грибцам было удобно, чтобы не было сильно большой волны. И они могли спокойно проводить соревнования. Это все-таки же не под рыболового сделано. Так что очень много от сектора зависит. В каждом секторе надо принять свое решение. То есть где-то надо будет половить леща, где-то надо будет половить уклейку. Есть которые зоны очень глубоководные, кажется, большая глубина. И у нас всегда на Днепре там должно быть много рыбы. Но здесь, на этом водоеме, все по-другому. Здесь лещ больше любит глубину порядка трех метров. И он стоянкий. Вот если в прошлом году было очень хорошее сравнение. Полторы тысячи метров до тысячи двести пятьдесят метров. Там проходит мост и канал. Канал, на котором мы ловим, соединяется с водоемом. И там постоянно есть какие-то обратка. Входит вода. Водоем, с водоема. Какая-то, думаю, кормовая база. Ну, шевеление воды. Там всегда лещ намного лучше. И первые два-три сектора слева от моста и справа от моста, они всегда бонусные. То есть там были уловы 24,5 килограмма. И это за пять часов, когда у всех остальных были уловы до десяти килограмм. А середина зоны ловила три-четыре килограмма. То есть три-четыре килограмма – это может быть всего лишь один лещ. Но этого леща надо выкормить и поймать. Так вот, к чему я говорю, что разные сектора. В первом туре поймали в этой зоне 24,5 килограмма. А во втором туре, в этом же секторе, кажется, хороший спортсмен тоже с Украины, поймал всего лишь два килограмма. Так что рыба перемещается, она просто смесилась и чуть дальше. Может, какая-то температура тогда вроде бы немножко изменилась. Но вот почему-то рыба поменяла свою стоянку. Понимая все это, мы готовились на все случаи и понимали, что даже если разберемся с водоемом, не исключено, что поменяется погода и придется импровизировать прямо во время тура. В первом туре тактику мы еще не определили, так четверг, еще практически начало, начало, середина тренировки. У каждого спортсмена есть своя задача, что он выполняет. Один ловит уклейку, один ловит плотву на разных дистанциях, кто-то окуня, кто-то пытается выкормить леща. Но неизвестно, на какой рыбе все-таки остановиться и чему отдать приоритет. Потому что в прошлые два года была ловля леща довольно-таки крупного. Первый год окуня вообще не было. Во второй год он был, но на разных глубинах он обитал. То есть где помельче, окуня было больше. И это все зависит от сектора. Такие состязания выявляют самые сильные качества любого спортсмена. А умение импровизировать и максимально быстро принимать эффективные решения является одним из наиважнейших качеств рыболова-профессионала. Очень много соревнований здесь проходит по плавочникам, по зимней рыбалке, по фидеру уже проходит много раз, чемпионаты области, чемпионаты Белоруссии. Все проходят соревнования и очень много больших рыб уже были на крючке даже по несколько раз. И они всегда отпускаются в водоем. И водоем этот закрытый. То есть один раз леща туда зашел с водохранилища Заславского и перегородили. И больше рыбы, да, большой, нет прохода. То есть если это происходило бы на Днепре, то спокойно рыба, я снизу, я Днепра, там, за 5 километров, приходила бы вверх, перемешивалась. Каждый год было бы разное, меньше было бы уже наколотой рыбы на крючке. Здесь рыба практически вся уже была на крючке. Она деликатная, она уже знает, что такое мотыль на крючке. То есть надо уже, что-то находить новой фишки. Тренировки начались для нас достаточно многообещающе. Практически с первого дня мы неплохо начали ловить подлещика, а наша предположительно изначальная прикормочная концепция работала в полной мере. Ловились до 30 рыб массой от 200 грамм до килограмма. Вполне достойные подлещики спортивного размера, которые позволяют нам рассчитывать на хорошие места во время турнира. Наша команда сделала ставку на прикормку темного цвета и мелкой фракции с ароматом специй. Данная прикормка, исходя из нашего опыта, хорошо работает в холодной осенней воде и собирает универсально разную рыбу. Мы заранее предполагали, что с крупным лещом могут быть перебои. Посему сделали ставку на ловлю рыбы любой величины в высоком темпе. Мы не знаем, какая здесь погода была до этого, и не знаю, насколько кардинально поменялась температура. Но то, что холодно и водоем сильно быстро охлаждается, даже если температура водоема была 15 градусов, она при ночном заморозке сегодня была минус 2. На всех машинах было снег, и температура воды очень быстро охлаждается. Любой выход солнца, и начинает вода прогреваться, рыба понимает, что у нее есть последние деньки, когда она может хорошо напитаться, поесть перед зимовкой уже. Может, будет хорошая поклевать рыба, может, плохо. Это только известно этому водоему, и что рыбу сейчас придет в голову. Может, она уже летом наелась и нагуляла жир свой, который ей не надо уже питаться. Может, она будет деликатна. С каждым днем становилось все холоднее, погода портилась, и размер рыбы становился все мельче и мельче, а ее поклевки становились все более капризными. Одним словом, с приближением старта турнира рыбалка становилась все более мудреной. На тренировках доходило до того, что приходилось проверять стратегию по ловле мелкой рыбы, которая впоследствии сыграла нам на руку, потому что в некоторых секторах лещ попросту закрыл рот, и пришлось ловить исключительно уклейку, невзирая на то, что проходила информация, что в других секторах вылавливаются крупные лещи. Достаточно трудно найти в себе силы ловить мелкую рыбу, зная, что где-то неподалеку попадаются солидные экземпляры. Но вопросом, а вдруг, в нашем спорте нет места. Рыболов-спортсмен должен принимать четкие решения и следовать им в процессе тура, чтобы лишний раз не переходить с мелкой рыбы на крупную. В противном случае можно не поймать и крупную рыбу, и потерять при этом темп в ловле мелкой. Отдельно хочется сказать о соперниках. Их класс был довольно высок. Со многими ребятами мы знакомы уже не один год и постоянно встречаемся на различных соревнованиях и международных турнирах, будь то чемпионат мира или тот же Кубок Дружбы. Добрый день, меня зовут Юра Лисовский. Я тренер команды в этом году Фидербай. Это наша команда, которая в прошлом году Кубок Дружбы выиграла. Но в этом году решил побегать тренером и вместо себя позвал однофамильца из Латвии, Кришьяниса. Тренируемся, второй тренировочный день. Делаем, в принципе, общую работу, прокармливаем сектора, потому что рыбы как бы нету на первом тросе. Но я думаю, что за три дня мы ее сюда приманим. Так обычно бывает по осени. Планируем, конечно же, победить, закрепить успех прошлого года. Пусть в личке мы не блистали в том году, но командный результат на первое место выдали. Тактика, в принципе, такая же. Ловить рыбу, не затачиваясь в личный зачет, а ловить на командный результат. Я думаю, что все будет хорошо. Ребята все очень хотят крупных лещей. Но заставляю пока ловить то, что ловится. Крупных пока нету или они единичные у кого-то. Также в этом году решил со своим магазином быть спонсором мероприятия. То есть немножко Сашево, у кого помогли. Такой форум очень представительный. На всем просторе СНГ, наверное, лучше соревнования. Крупнее соревнования нету. Всем командам желаю ни хвоста, ни чешуи, хорошей рыбалки. Настроение у всех замечательное. Погода вроде налаживается. Половим, побьемся. Думаю, все будет в порядке. Здравствуйте. Меня зовут Криш, Анис Лисовский. Я приехал из Латвии. Участвую первый раз на этих соревнованиях. Что ожидаю? Обещанных лещей. Три килограмма и наверх. На самом деле мечтаю поймать на тренировках, на соревнованиях. Потому что наслыхан, навидан в видео. Поэтому как бы так. Цель приезда, во-первых, с моей командой Фидер Бай. Я участвую в команде. Мы 8 участников, 3 тренера, 5 участников, которые будут ловить. Мечтаем, как, наверное, любой спортсмен, быть первыми. Занять призовые места. И счастливый ехать домой. Планы на самом деле только сейчас созревают. Потому что, как я говорил, я первый раз. Но мои напарники отсюда, как раз, с Белоруссией. Они там побольше, может быть, чего-то знают. Планы реально, чисто честно, скажем, созревают. Именно по насадке разбираемся, по кормам разбираемся. Есть какие-то наработки уже. Есть какие-то рабочие смеси. Есть опыт моих командных друзей. Так что какое-то понятие есть. Но даже до сих пор, сегодня, тоже ловим каждый с другим кормом. Потому что, как бы, все там наработки, которые были, у них раньше не совсем вчера хорошо показали себя. Так что сегодня опять экспериментируют. По насадке, как бы, там секретов нет. Реально мотыль работает. Я за два дня первую рыбу на опарж поймал. Так что, так. Водоем очень интересный. На самом деле, трудный. Трудный, да, я скажу. Потому что, как бы, я говорю, наслышал, что тут лещей все ловят и так далее. Да, вот, не знаю, мне за два дня, вот, недавно, 20 минут назад, 400-граммового лещика поймал, как бы, да. И особенно побольше не видел, да. Так что, по маленькой рыбе, на самом деле, трудно, трудно, да. То она приплывает, то уплывает и так далее, да. Я думаю, что секрет в корме. На этих соревнованиях присутствовали спортсмены из Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы. Приезжали даже делегации из Грузии, которые пока что являлись лишь наблюдателями и судили этот турнир. Наша цель приезда была именно набраться опыта проведения международных соревнований, плюс ко всему еще набраться опыта судейства, потому что Кубок Дружбы – это одно из самых известных и популярных соревнований по фидерному спорту в мире даже, я могу это честно сказать. Для нас это очень большая честь здесь присутствовать, участвовать и помогать в качестве судей. У нас планы очень далеко идущие, постараемся на будущий год присутствовать уже как участники, командой. Это связано с определенными сложностями, но надеемся, что все сложности могут быть преодолены при упорном труде. Это не так легко, собрать 24 команды и все организовать так, чтобы, как видите, очень хорошо все это идет пока и надеемся, что хорошо завершится. Опыт очень большой, потому что присутствуют очень хорошие рыбаки и спортсмены международного класса, высшего международного класса, я сказал бы, высшего полета. И их опыт для нас очень серьезен также из другого плана, что мы не только как федерация, не только как организаторы турнира, но и как обычные рыбаки и спортсмены тоже очень много мы учимся здесь. Потом у каждой страны, а участниц стран здесь очень много, 8, есть свои определенные нюансы, которыми она славится и есть свои маленькие, так сказать, рыбацкие хитрости. Мы стараемся почерпнуть эти новости, их очень много. Наша организация, она очень молодая, мы всего полтора-два года, как начали федерный спорт в Грузии. Ну, начали пять человек, сейчас нас уже 75 примерно, так что постараемся вырасти еще больше вот с помощью опыта, которого мы набираемся здесь. Думаю, что у нас что-то еще получится. Пообщавшись с ними, мы выяснили, что федерный спорт в Грузии является довольно популярным и развивается большими темпами. Уверен, что грузинская сборная будет участвовать в Кубке Дружбы уже в следующем году. Наш визит был очень результативным и в следующем году надеемся уже приехать со спортсменами и выступить достойно. Смотря на эти соревнования, в принципе, можно их организовать и в Грузии. Если у команд будет желание к нам приехать, конечно же, мы будем организовывать международный турнир. Может быть, не в следующем сезоне, но мы уже как-то наметили про себя, как это все можно провести. У нас свою особенность рыбалки и думаю, такой турнир был бы интересен для всех. У нас другой видовой состав рыбы, у нас другая специфика ловли. И я знаю, что спортсмены ищут новые места, они ищут новую рыбу. Мы готовы им это предложить. Водоем первоклассный, он как будто создан для рыболовных соревнований. Такого водоема, думаю, даже в Европе считаны единицы. Может быть, он самый лучший. Что касается впечатлений от Беларуси, конечно же, самые-самые приятные. Ну, мы из лета приехали в зиму. Сложно было акклиматизироваться, но, в принципе, здесь очень красиво. Здесь нет гор, но здесь очень красивые равнины. Мы три дня видим озера, рощи. Везде чистота. И это очень приятно, это радует глаз. И, в принципе, мы очень довольны визитом в Беларуси во всех планах. Третий день тренировки принес нам сильное похолодание. Когда мы поднимали рыбу и брали ее в руку, чувствовалось, что рыба совсем ледяная. Температура воды падала, а с ней и метаболические процессы у рыб. Она совсем перестала клевать, или поклевки ее становились настолько деликатными, что приходилось использовать самые тонкие снасти. Я впервые на этом Кубке Дружбы, на этом чемпионате. У нас команда достаточно интернациональная. С нами в команде играет Норман Гробовский. Он из Риги. Двое ребят со Львова, и мы с Димой, напарником из Киева. Водоем достаточно для меня необычный. Привык к Днепровской рыбалке, там, где сильное течение. Здесь рыбалка более, скажем так, тонкая. Здесь очень легкие кормушки, тонкие поводочки, крупная рыба. Вчера удалось поймать крупного леща одного, правда, на всю команду. Но разбираемся. Пока не получается, скажу, как есть. Но еще день тренировки впереди. Результаты в турнире будут делаться по подлещику, скорее всего. Здесь это традиционно было на прошлых соревнованиях. В прошлом году, то есть, предпоездка мы проанализировали. Выступления спортсменов, выступления победителей. Как мне показалось, что крупного леща, который был здесь в прошлом году, и сейчас здесь нет. Может, есть, но он не ловится. По крайней мере, мне удалось поймать вчера одного, где-то, может, килограмма полтора лещика. Но основная рыба – это подлещик, такой весом 100-200, может, грамм. Клюет, в принципе, достаточно динамично, но приходится сильно экспериментировать с прикормкой. И, скажем так, не на все он реагирует. И, конечно же, живые компоненты. Если честно, готовились к такой более, скажем так, летней погоде, к более теплой, активной рыбе. Мы ехали под проливным дождем сюда, приехали, выходим утром из гостиницы, а у нас на машине стекло замерзло, просто инием покрылось. Но, как мне показалось, здесь холоднее немножко, чем у нас на Украине, в Киеве. И рыба более уже в таком осеннем режиме, и приходится затемнять прикормку, аккуратнее работать живыми компонентами, потому что рыба насыщается. Ну, как бы подстраиваемся под условия. Погода очень переменчивая. Конечно, лещ любит более такую стабильную, теплую погоду, как мне показалось. Но, особенно вот вчера, очень сильно, скажем так, она менялась, сильный ветер был, тяжело было ловить, но это отражается на поведении. Атмосфера очень дружественная, это очень сильно заметно, вот на завтраках, на ужинах, когда все вместе собираемся в одной столовой, кушаем, шутим, общаемся. С многими ребятами познакомились, очень как бы душевные ребята, приятно общаться. Вот, белорусы. Очень гостеприимно встретили, очень как бы хорошо. Забегая наперед, скажу, что Алексей Пугач, спортсмен нашей команды, представляющий город Запорожье, стал чемпионом в личном зачете на Кубке Дружбы 2014 года, именно потому, что, невзирая ни на что, сделал ставку в своих малорыбных секторах на уклейку и показал отменный результат по скоростной ловле. Это принесло ему две единички в полузонах в обоих турах, и, как следствие, с двумя баллами он стал чемпионом в личном зачете. Сегодня я прошел первый тур соревнований. Могу сказать, что были очень тяжелые соревнования, немножко поменялась погодка. Солнышко вышло, дождик был, было довольно-таки сильное похолодание, и лещик немножко от прессинга, от температуры, все-таки уже время года пришло ему. Наверное, закрыл рот аж до следующей весны, может быть, лето. Так что мы сегодня решили не упираться в ловлю большой рыбы, а все-таки как-то отойти и половить уклейку, которая активная рыба. Наши все соревнования в Украине, они проходят в основном при ловле 20-30 грамм средний вес рыбы. И постоянно ловим мелкую рыбку. И нам было очень легко сегодня перестроиться и поймать, которая здесь активная рыба. Я сегодня поймал 106 рыб, из них было два подлещика, один окунек и одна плутва. Но все остальное была уклейка. Уклейка по-разному летала, была и 20 грамм, и 5 грамм, и 30 грамм, и 100 грамм. То есть очень большие уклейки были. Мы видим, например, сейчас два троса, под которыми можно ловить. Два троса уже сняли. То есть мы ловили примерно на гряде первого троса. То есть там немножко камушки намернутые, и вся рыба там кучкуется. Может какая-то кормовая база ей интересная, мотыль, опарыш. Не знаю, что здесь может быть интересное. Но она там больше держится. То есть нам надо было всего лишь найти там, где рыба держится, подать ей кормы и всего лишь ловить ее. Так мы умеем. По диаметру, я считаю, что лучше тонкими 208-209, так лучше рыбе заглатывать самого опарыша. Плавное завтра не знаю. Все будет зависеть от какого сектора попадем, какие соперники, какая глубина в данном месте. Может там будут лищи, может не приплывут, может все-таки захотят полакомиться с чем-то. Может так будет в первом числе, может в последнем. Надо подстраиваться постоянно под ветер, под погоду, температуру и как будут работать соперники. Потому что это самое важное. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok